Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Таро-расклад, Таро-прогноз, он и она, личная жизнь, куда идут наши отношения. Это общий Таро-расклад, и мы выполним своеобразную сигнификацию, но я так надеюсь, у нас колода карт языческих кошек, очень добрая метафора. И вот мои надежды заключаются в том, что вы сможете вот эту метафору переложить на свою личную историю, и какие-то подсказки как раз для вас будут. Или, может быть, у кого сейчас история сложная именно в личной жизни, взаимоотношения, которые не то на паузе, может быть, состоят, или есть какая-то двойственность, у кого-то любовный треугольник. Ведь у кого все хорошо, тому смотрите, ведь эти прогнозы не нужно, согласитесь. Мы их смотрим именно тогда, когда мы находимся на выборе, или когда у нас не получается решить однозначно какой-то вопрос. И какие душевные силы не прикладывая, а все равно выхода не видим. Ну вот давайте так вместе немножко поразмышляем, и предположим альтернативные варианты развития событий. И мы сначала, как я сказала, сделаем сигнификацию. Пусть нам карта расскажет о вас, чтобы вы могли сориентироваться, стоит вам это смотреть или нет. Итак, личная жизнь, чья-то история. Кто сегодня к нам пришел и с кем будут карты говорить? Кто вы? И неважно, мужчины или женщины меня смотрят. Ну вот ваше состояние души, пашмичей. Но здесь, конечно, нам не про любовь говорят, хоть мы и на личную жизнь, хотя может любовь и присутствовать. В этой карте мы хотим правды и истины. Мы не хотим двойственности, правда. Как будто нужно с чем-то разобраться, принять важное решение. И самое главное – увидеть истину. Как будто я не хочу промахнуться. Я не хочу пустых обещаний. Я не хочу затягивать какую-то историю сверх того, что она уже, может быть, затянулась. Или я хочу знать, что на самом деле планирует человек. Какая-то неопределенность меня уже где-то измучила. Вполне вероятно так. Что еще нам расскажут? Посмотрите, это у нас девятка мечей. Если в обычной колоде это карта ночного кошмара или того, что у нас не получается никак увидеть реальность. Она как будто от нас ускользает. Нам все время на ум нас возвращают какой-то прежней истории. Или, может быть, правда, история прежних отношений, которые не сложились. Или это те люди, в которых мы вкладывались. Или верили до бесконечности какой-то. Самое лучшее, что у нас получится, к примеру, изменить человека. А потом мы приходим к выводу, да нет, так не бывает. Это иллюзия. Но и отношения, может быть, эти уже закончились. А вот осадочек остался. И он нас словно держит, в тисках не отпускает. И чтобы не повторить какой-то прежний опыт со знаком минус, нам не хочется сейчас ошибиться. Есть очень позитивные планы. Есть желание быть счастливым. Есть желание улучшить, как и качество жизни. Осуществить какие-то проекты. Вот нам рассказывают о вас, да. На первый план именно выходят какие-то сомнения или ситуации, в которые либо ее завершить, либо продолжать. Как будто так. И самое главное, вам нужно знать, что же думает на самом деле человек. Может быть, он ведет какую-то свою игру. То есть на данный момент времени есть недоверие. Может быть, человек таков, что, ну, были ситуации, когда вы ожидали других действий от него, а он как-то поступил совершенно, ну, как вы бы, например, не поступили. И поэтому вы на таком выборе и оказались. Хотя ваши как раз, вы, скорее всего, человек очень яркий. Вы человек, который умеет правильно, кстати, распорядиться собственными ресурсами, деньгами. И, скорее всего, меня смотрят именно те, которые, может быть, удачливы в бизнесе, в работе, имеют даже должность, или вы идете к этому. Есть сам по себе какой-то прогресс у вас. Да и вообще вы яркая личность. И я должна сказать, это у нас так выглядит королева жезлов. Знаете как, вас люди замечают. Я не могу сказать, что вы, ну, как бы среди толпы можете затеряться. Нет, вы, может быть, когда входите в кабинет или в какое-то учреждение, люди могут сразу оставлять, допустим, если кто-то что-то писал, сразу смотрит на вас, и ему хочется остановить взгляд на вас, вас рассмотреть, пообщаться или послушать, что вы говорите. То есть есть в вас какая-то харизма, которая притягивает сразу к себе внимание. Поэтому сказать, что вы обделены вниманием со стороны противоположного пола, неважно, кто меня смотрит, женщиной или мужчиной, я не могу. Вы пользуетесь этим вниманием. Другой разговор. Что вам оно иногда не нужно. Или вы уже не замечаете, для вас это норма. Вы, ну, где-то знаете себе цену, и это очень правильно. Что нам еще расскажут о вас? У кого-то из вас, правда, были отношения, может быть, это семейная какая-то история, которая, кстати, была со знаком минус, и я теперь хочу построить свое личное счастье. Но оно не должно походить на игру в одни ворота. У кого-то была, может быть, история личной жизни, которая завершилась внезапно по каким-то совершенно непредвиденным ситуациям, ситуациям или обстоятельствам непреодолимой силы. Но вы тот человек, который очень цените тепло домашнего очага, уют, вам хочется свое жилье сделать комфортным. Вы можете и хотите, главное, заботиться о всех своих домочадцах, любимых. Вы хотите для них самого лучшего. Но, опять же, вы не хотите, чтобы это была пустота. Вы хотите вот подобный эквивалент в отношениях, чтобы проигрывался. И для вас что еще? У кого-то сейчас какая-то история даже, да? Может быть, и вы и в паре, но нет взаимопонимания, нет единения души, может быть. Или какие-то есть сомнения. Может быть, ваш партнер дал вам такую возможность в нем засомневаться по разным причинам. Или что-то не стыкуется для вас, словно в вашем сознании. Есть какой-то пункт, который наводит на мысль, что-то я не верю. Вот такой момент может проиграться. И вы можете смотреть тоже. Что еще? Ну, правда, нам говорят о том, что у вас сильная, знаете, как тяга к благополучию, как к тому, чтобы создать, знаете, как дом моя, это моя цитадель, как уверенное процветание, изобилие самого себя, так и любимого человека. У кого-то из вас, вот меня смотрят, может быть, люди, которые имеют детей, но не имеют партнера. Может быть, он был, и по разным причинам его теперь не стало. Но на данный момент это те, у кого есть свой дом, и у кого как будто есть, ну, как минимум дети. Не обязательно вы живете с этими детьми. Меня могут смотреть, могут смотреть люди разного возраста. Но почему я так говорю? Как будто семья, она присутствует, да, в виде детей, может быть, у кого-то в виде внуков, и вы заботитесь, главное, о них. И для вас еще один пункт важен, чтобы воспринимал партнер не просто в вас самих, а все то, что вам дорого, как и ваши дети, так и ваши внуки. Какая-то прежняя ваша история. Вот тут вот тоже меня, и я могу сказать, что, скорее всего, у меня расклад этот подойдет до тех людей, которые не совсем молодые, которые уже за плечами имеют как и приятный какой-то счастливый опыт, так и тот опыт, который со знаком минус, но имеют близких. Давайте посмотрим, что нам еще расскажет. Правда, тут для кого-то у вас проиграется, что желание семьи. Или есть еще такой нюанс, что вот в отношении вас. Вы умеете, знаете, быть очень терпеливым. Вы умеете, ну, где-то, может быть, даже чересчур быть в состоянии ожидания. Для кого-то из вас может проиграться грустная история, когда я ждал или ждала чего-то, а в результате дождался вот этой, как по пажу мечей, какой-то ясности или правды, которая свалилась буквально на голову, или каких-то разочарований. Когда вы не ожидали, ну, предательства со стороны близкого человека. Вот такое может проиграться. Или когда вы длительное время себя оставляли на потом. Вот это потом, оно, как правило, никогда не наступает. Королева кубков у нас так представлена. И здесь, знаете, любовь вообще сохранить, как бы вот желание сохранить, или готовность, назовите это так, сохранить отношения любой ценой. Вот может быть, такое было. И вот теперь какая-то история. Вы не хотите, чтобы это был какой-то обман. Или вот эти ожидания были впустую. Или для кого-то из вас, может быть, вы и сейчас, сейчас, в данный момент, находитесь еще в браке. Но человек, допустим, от вас ушел, уехал. Вы остались один на один с заботами, с семьей, проблемами, с детьми. А с стороны вашего партнера, ну, где-то не ответа, не привета. Может быть и так. И вот это ожидание решений. Вы понимаете, что я ждал или ждала. Что мне, как прореагирует тот партнер или партнерша. А в итоге уже затянулось ожидание. И тогда мне нужно самой или самому тоже принимать решение. Вообще прекрасные карты. Посмотрите. И вас, как о яркой личности. И о том, что вы любите уют и тепло, и умеете зарабатывать. И цените вот те, на самом деле, жизненные, жизненно важные интересы, как любовь наших близких, здоровье наших близких, желание сделать кого-то как будто счастливым, понимаете. Желание заботиться само по себе о ком-то. Вот такие приоритеты для вас, в принципе, очень важны. Но по какой-то причине все закончилось либо обманом, либо каким-то предательством или правдой, которая открывается совершенно внезапно. Но вы же смотрите на какого-то человека. Правда, мы задали вопрос, куда идут наши отношения. Поэтому мы сейчас достанем сигнификацию вашего партнера. Что за человек к нам пришел? Очень интересно мне самой. И совершенно, кстати, неожиданно. Я делаю такой экспромт прогноз. Ничего не ожидает. Но вот что выпадет, то и читаем. Так что же за человек, который вас волнует, интересует, или с которым создалась такая ситуация? Что нам карты о нем расскажут? Кто он или она? Правда, у кого-то три. Нам кота показано. Это вообще карта праздника. С одной стороны, это легкомысленный человек, может быть. С другой стороны, любовный треугольник. Значит, как будто третий лишний он имеется. И поэтому это может быть как раз правда, которая внезапно открылась. Да, у нас карта выпадает как раз под пожон мечей. Это та новость, которая, или истина, которая совершенно случайно открылась перед вами. Или вы сами заподозрили, но и каким-то образом просчитали, просмотрели, поняли, что да, меня обманывают. А что еще? Вы как будто не одни у вашего партнера. Или вы знали, допустим, что ваш человек, он либо женат, либо она замужем. Вот так, да? И там есть семья. А вы как в тайне. Это у нас так выглядит верховная жрица. И поэтому вот до бесконечности в какой-то кошмар, какая-то затянувшаяся история, когда и не вперед, и не назад. И бросить эти отношения человек сам не может. А может быть, ему достаточно комфортно жить. Даже в такой тройственной ситуации или в таком тройственном союзе. Но в принципе его что-то устраивает. Он умеет где-то хранить тайны. Он умеет переключаться с одних отношений на другие. Но вам это все не нравится. Или, может быть, это вы держите этого человека в тайне. Может быть, вот эта тройка, она как раз будет проигрываться о том, что это с вашей стороны вы, допустим, партнер свободен, а вы либо женаты, либо вы замужем. И это вы, как та верховная жрица, в тени держите этого партнера. Что нам еще расскажут о вашем партнере? Ну вот если у нас здесь, посмотрите, выпала королева жезлов, то здесь у нас выпадает королева мечей. Знаете, это та ситуация. Может быть, это мы ведь на партнера смотрим. Когда, может быть, вам партнер выдвинул ультиматум, выбирай кого-то из вот этого тройственного союза. Делай выбор. Может быть, это человек, который, ну, отчасти все же по... Это решительные люди проходят. Это те люди, которые, кстати, могут совершить тот шаг, которого вы от них не ожидаете. Ведь, может быть, вполне вероятно, вам человек и не скажет, а сам где-то тоже переживает. И вы на данный момент понимаете, что человек может уйти по-английски или может мне ничего не объяснять, а просто прекратить отношения. И я могу сказать, что человек как раз тоже думает о том, чтобы какую-то демаркационную линию или какой-то знаменатель скорее всего в ваших отношениях подвести. Это точно. Потому что человек может выглядеть достаточно спокойным и лояльным к миру, с ним приятно общаться. Но если уже сказал стрижено, брита не будет. Вот это правда такой резкий достаточно человек в своих суждениях. И если сказал нет, то вряд ли когда-то скажет да. Уговорить его будет сложно. Он, скорее всего, тоже сам чего-то из себя представляет. А вы знаете, человек хочет тоже какую-то прежнюю историю. У кого-то, тут ведь разные меня люди смотрят, у человека могут быть сейчас вопросы по прежнему какому-то союзу, когда он не может никак определиться. Он не может определиться, а ему как будто мешает. Может быть, не получил развод, например, или не получила развод. Не смогла получить или не смог получить какие-то недостающие документы. Оформить, может быть, так отношения, если они даже какие-то прежние, которые закончились. И вот это прошлое, оно где-то тяготит. И тогда я могу предположить, что человек сам где-то хочет быстрее завершить какую-то прежнюю историю. Но не получается. Он уже тогда мог как будто что-то словно отрезать, уже отказался. Для него он решительности, у него тут достаточно. Но есть та история из прошлого, в которую очень хочется закрыть дверь. Давайте мы посмотрим, а что же это такое? Какие препятствия? А тут правда, очень хочется закрыть в прошлое дверь человеку, на которую мы смотрим. А есть какие-то, может быть, препоны законодательные, либо сама процедура какая-то по оформлению, она затягивается. А может быть, ему приходится договариваться тоже с кем-то, если это вот как любовный треугольник, с прежним партнером. Может быть, там тоже есть дети. Или еще какая-то история, которую быстро не разрулишь. Например, имущественные споры. Там, где деньги, попробуй разрули. Еще, наверное, сложнее, чем с детьми. И поэтому приходится ждать аркан умеренности. И получается, что длительное ожидание из пустого в порожнее влияет на ваши отношения, на отношения человека к вам. И вот это вот какая-то, ну, как будто все время в тени, да. Может быть, и хочется человеку уже ясности. Но не получается для того, чтобы, ну, как будто прояснить или оформить ваши отношения, чего бы, может быть, и хотел человек. Хотя я не могу этого сказать наверняка. Но есть определенно какое-то препятствие в виде либо законов, либо препятствий со стороны иных лиц. Либо какая-то история тоже не может быть разрулена быстро. Давайте посмотрим, что же хочет сам человек. Или что сейчас. Есть какое-то разочарование по прежней истории, которая была со знаком минус. И, вы знаете, я не вижу здесь какой-то активности со стороны человека. Давайте мы сейчас достанем карты и спросим, что человек чувствует по отношению к вам. Что человек загаданный чувствует по отношению к вам? Ну, он видит союз, отношения с вами, как шанс в своей жизни. Человек действительно может ожидать и вашего решения, если меня смотрят именно те, когда от вас, да, как я говорила, зависит важное решение. Для него будет очень важно, что вы, как будто на что-то согласны, но, по крайней мере, вы для него как свет в окне. Или, правда, какой-то шанс к более счастливой жизни, к новому качеству жизни, что он чувствует. Я не могу сказать, что это про любовь. Человек достаточно материалистичен, но умеет быть жестким. Это правда. Может быть, и должность какую-то занимает, вполне вероятно. Может быть, оформляя отношения, это еще каким-то образом накладывает на ваш союз определенный отпечаток, что он может с вами, как раньше говорили, выйти в свет. Именно тогда, когда уже отношения у вас будут оформлены. И он где-то этого бы хотел, чтобы все было по порядку, по регламенту, по закону. Вот такое тоже может быть. Ну, каковы же чувства к вам? Карта Луна. Я вам скажу, Луна проигрывается не совсем, опять же, да, про интуицию, про тепло домашнего очага, про нежность, про ласку. Любовь определенно есть. Есть, когда хочется дарить любовь и быть, мои дорогие, любимые. Тут где-то от вас ждут, что это вы будете, ну, более ласковы, более лояльны, более нежны. Человеку нравится быть в ваших энергиях, мои дорогие. Но сказать, что вот так вот все четко хочет расставить по местам, может быть, и хочет, но его чувства таковы. Какие-то воспоминания могут быть. Или ваши прежние встречи, может быть, какие-то, когда человек чувствовал, что он растворяется в вас. Ну, скорее, это он чувствовал. Но человек достаточно умеет быть как и хладнокровным, так и прагматичным. Его чувства по отношению к вам. Давайте мы достанем карту. А он сам тоже, видите, как на выборе какая-то история затянулась. И, может быть, слишком затянулась какая-то история. И есть теперь сомнения, когда же это все закончится. Давайте мы узнаем его действия по отношению к вам. Ну, вообще, шикарная карта. Король Пентаклей. Создать семью. Конкретно, да. Все расставить по местам. Посмотрите, какой кот. Он зажмурился, глаза закрыты. На всякий случай лапой придавил Пентаклей. Он, правда, человек. Знаете, сам по себе человек может быть... Либо должность занимает высокую, либо в бизнесе удачлив, либо умеет зарабатывать деньги. Он обладает тоже достаточной харизмой, но не такой, как у вас. В вас больше напора, энергии. У человека другие энергии. Они более хладнокровно-прагматичны. Ну, вот он так, видимо, по-своему любит. Но намерения его, они искренне чисты. И он в благополучии уже... Мало что тут луна. Он где-то растворяется в вас самих и в ваших отношениях. Так ему еще и хочется уюта, порядка в доме. Хочется совместного, как бы, да, ведения хозяйства. Хочется сказать такой дежурной фразы, но это, правда, по королю Пентаклей проходит. И в целом, может быть, материального достатка тоже. Где-то человек и вас оценивает, что вы умеете зарабатывать деньги. Ему как будто ровня, ему подстать. Ладно, его действия в отношении вас. Карта Сила. Вы знаете, как ни крути. Все-таки не случайно у нас выпадали такие карты, нам говорят, что человек умеет быть хладнокровным. И его действия. Он великий манипулятор. Вот это есть определенно. Он абсолютно уверен, что вы никуда не денетесь. И не важно, кто меня сейчас смотрит, девочки или мужчины. Тут манипуляции могут со стороны быть любого человека. Как будто человек уверен, что он контролирует ситуацию. И может быть, вот-вот там решится какой-то вопрос. Потому что есть нам уже не одна карта показала о том, что есть какая-то незавершенная история в его жизни со знаком минус. Когда он тоже вынужден ожидать. Он не может и хотел бы, но не может закрыть в прошлое дверь. Но уверен, что он контролирует ситуацию. И у него все получится. А что еще? Его действия по отношению к вам. А тут могла быть такая ситуация, что вам надоело. Пятерка Пентакли. Знаете как? Вот, может быть, вы смотрите этот прогноз. Потому что я говорила прежде, что он мог совершить такие действия, которые вы не ожидали от него. Или вас могла поразить его либо расчетливость, либо холодность в отношениях, мои дорогие. Может быть, это был какой-то тонкий нюанс. Но либо человек сказал, совершил, или бездействие, когда не помог в какую-то трудную минуту. И вас этот факт заставил задуматься всерьез. А могу ли я рассчитывать на этого человека, если со мной что-то случится? У меня еще семья, дети. Вот у кого-то буквально такие вопросы. Или это будет действительно игра в одни ворота. И мне тогда страшно. Человек может транслировать. И где-то, может быть, помогал какое-то время. Или проявлял какое-то участие. Может быть, делал подарки. А потом такая сторона. Вы могли с ней столкнуться как жадность даже человека. Пятерка Пентакли. И может и об этом свидетельствовать, что где-то были трения, как и отсутствие взаимопонимания, так еще и отсутствие финансов. Может быть, был какой-то конкретный вопрос. И вы рассчитывали, точнее, на помощь этого человека. Может быть, у вас в тот момент не было как раз денег буквально. А нужно было закрыть какое-то дело, вопрос решить. У человека были. А он сказал вам нет. Вот пусть это мелкий какой-то нюанс. И вроде отношения развивались прекрасно. И вы знаете, что человек достаточно и при деньгах, и состоятельный. Но либо какая-то жадность, либо холодность вот эта. Когда моя рубашка, она мне ближе к телу, для вас могла вот такое качество его, могла послужить причиной, когда вы что-то поставили на стопор. Ну вот теперь давайте немножко мы прояснили и зададим главный вопрос нашего гадания, второго прогноза, второго расклада. Куда идут наши отношения? Вот куда они идут, правда? Загадайте какой-то срок. Ну вот смотрите, я делаю этот расклад. Так, это у нас середина января. И совсем скоро, 21 января, 24 года, Плутон у нас перейдёт из Козерога, из статусного знака в знак Водолея, свобода любивого. И поэтому что-то для нас в течение февраля. А в феврале у нас ещё будет два стелиума. Стелиум — это скопление планет. Так вот, будет скопление планет 17-го числа, февраля. И в Водолее Плутон, Марс и Венера, вот почему я делаю это гадание. Потому что Плутон, он — это, конечно, царство Аида, владыка этого самого Аида, но это всегда как будто финал чему-то. Или когда ломка какого-то шаблона, какого-то стереотипа. И Марс, и Венера — две гендерные планеты, когда именно в отношениях может наступить ясность. И более того, февраль 29-го, дополнительный день февраля, именно в високосном году это проигрывается. И ещё один стелиум в последний день, когда будут и Солнце вместе, Меркурий и Сартурн в первом градусе рыб. Какая-то может прийти информация или наступить ясность. Поэтому, я так думаю, месяц-два от января. Может быть, у кого-то это произойдёт значительно раньше. Итак, куда идут наши отношения? Куда же они идут? Пусть нам покажут основное направление. К чему всё это идёт? Карта башня. И я не могу сказать, что это плохо. Всё-таки башня — это прообраз тюрьмы, мои дорогие. Тюрьма — это ограничение. Но нам как бы приятно, нам понятно. И в сложную минуту мы хоть за стены можем подержаться. А тут вот что-то как будто происходит и ломается какой-то стереотип. Вот как по Плутону. Значит, это старший аркан. Это всегда обстоятельства непреодолимой силы, которые будут влиять на развитие ваших дальнейших отношений. Это то, что приходит извне. И это нас где-то подталкивает, либо вас, либо человека, принять вот это окончательное решение. Вполне вероятно. И ведь если мы говорим в контексте тюрьма, это какие-то как кандалы, и вот они спадают. То есть то, что было препятствием, оно может как раз рухнуть. Но это ведь те события, которые нас меняют тоже. И может быть вы что-то передумаете в зависимости от того, что же это будет, или в каком контексте начнутся изменения. Куда идут наши отношения. Это и вы можете где-то оказаться, ну, может быть, один на один с какой-то ситуацией, когда вам еще раз потребуется, например, помощь человека. Или человек может столкнуться с такой ситуацией, обстоятельствами непреодолимой силы, когда будет нуждаться в вашей помощи. Куда идут наши отношения. Да. У вас, мои дорогие, точно, вот кто меня сейчас смотрит, посетит какое-то известие, новость быстрая, внезапная, как молния, телеграмма. Вот что-то такое к вам приходит на порог, в информационное пространство, когда вы должны на это отреагировать. Вам придет какое-то, как минимум, сообщение от этого человека или по поводу этого человека. И вам на это как будто нужно откликнуться. Давайте, куда идут наши отношения. Вы знаете, не торопитесь действовать, нам говорят, куда идут. Вообще, это карта Иерафанта. И нам говорят, что ваша какая-то история, вот как вы смотрите сейчас, это как карма, это как по судьбе. И, наверное, не случайно, что пик вашей ситуации именно достиг тому, когда Плутон переходит в знак Водолея, в знак самовыражения, в знак свободы, в знак индивидуальности. И, знаете, когда мы себя оцениваем словно, ну, если прежде мы себя на вторые роли ставили, а здесь нет, мы как раз на первые хотим. Мы не хотим, ну, где-то наступать на горло собственным принципам в угоду хорошему отношению к нам. Или когда мы не хотим сохранять, ну, может быть, даже какие-то отношения только лишь потому, что, ну, нехай будет. Вот тут вот этот момент тоже может не проиграться, мои дорогие. Но карта Иерафанта всегда говорит о том, что, ну, вот есть какая-то закономерность, что вы с этой ситуацией столкнулись. И для кого-то из вас может быть как раз известие, если были прежде какие-то, вот как я говорила, нерешённые юридические вопросы, вот здесь они внезапно, может быть, даже раньше времени будут решаться, или ещё какие-то обстоятельства сложатся, и вам приходит известие, что какая-то ситуация, она помимо вашей воли, как будто или вашего, ну, представления, может быть, о временных рамках, она как будто завершается. И есть какая-то реальность совершенно иная от той, что была прежде. И вот это быстрое известие вас поставит фактически перед каким-то выбором, куда идут ваши отношения. У кого-то это может быть предложение, я получил или получил развод, давай сейчас мы с тобой будем срочно оформлять отношения. Может быть, и обстановка вокруг вас такова, что вам надо быстрее это сделать, кстати. Вот это тогда башня будет так проигрываться. Куда идут ваши отношения? Ну, сказать, что вот сначала у нас тут показана башня, это само по себе скорость, да, ещё тем более восьмёрка жезлов – это всегда карта скорости. А дальше у нас какое-то размеренное течение жизни. И это у нас так выглядит рыцарь Пентакли. Рыцарь Пентакли едет медленно. Он как будто должен всё в мелочах увидеть, всему отдать должное внимание, что-то просчитать наперёд, оформить, может быть, вам придётся какие-то документы, может быть, вы будете так неспешно узнавать какую-то информацию или, правда, готовить какие-то бумаги. Но явно это движение вперёд, значит, отношения после какой-то ситуации, новости, информации, которая придёт быстро. Вы будете принимать судьбоносное решение или, может быть, это предложение, и в последующем как-то ваша траектория, она будет в сторону прогресса, в сторону, ну, то, что по финансам будет прогресс у вас, так это точно. По отношениям что это будет? К чему идут ваши отношения? Рыцарь Мечей. Вы знаете, по этой карте вы можете спорить друг с другом. По этой карте, мои дорогие, вот смотрите, два рыцаря. Один из вас может оказаться в роли как рыцаря Пентакли. Я никуда уже не спешу. А второй из вас – давай быстрее. Вы как будто будете в противоположных энергиях. Одному хочется спокойствия или я не могу всё быстро бросить, мне нужно что-то согласовать. А второму нужно в моменте здесь и сейчас. И у каждого по-своему из вас кто-то будет как рыцарь Пентакли, а кто-то будет нетерпелив вплоть до того, что готов поругаться, лишь бы быстрее ускорить какой-то процесс, вот как рыцарь Мечей, или будет хотеть какой-то ясности. Может быть, ещё и такая ситуация, что вот эта башня не обязательно как решение суда, а как какая-то новость, которая вообще другая, как ещё дополнительной, помимо каких-то препонов юридических, вам человек скажет, что тут у меня осложнилась обстановка или ещё какие-то нюансы в задержках добавились, и мне сейчас приходится ждать, или какое-то дело ещё более отложилось. И тогда, мои дорогие, он готов ждать, а вот вы как раз скажете, ну всё, хватит, потому что энергии, вот как мы начали, паж Мечей, и это рыцарь Мечей, и если ещё паж Мечей, он согласен ждать, или он согласен разобраться, а здесь уже само по себе действие, хотя для кого-то это может быть и переезд. Давайте, куда идут ваши отношения? Это паж Жезлов, это как идея, это как какая-то задумка. Вы посмотрите, котик точит когти. Вот кому-то из вас поточить когти точно захочется. Почему? А потому что не решилась какая-то ситуация, и то, что уже и так до бесконечности измучило, как будто, ну, нет согласия. Идеи есть, действий нет. Нет. Хорошо. Каковы же действия, перспективы ваших отношений? Вот так. Конкретные перспективы. Ну, наверное, всё-таки это по судьбе какие-то отношения. Я дальше не буду смотреть, мои дорогие, потому что тут карта Иерофант, это тоже судьбоносный момент. Просто учтите, что, да, возможность ссоры я не исключаю, потому что вы оба самодостаточные люди, и хочется свою точку зрения, аргументированно донести до противоположного человека, да, до партнёра, да, или до той персоны, на которую вы смотрите этот расклад. Но в итоге, да, вот я сказала, каковы перспективы. Нам сразу карта говорит, карта императрицы, карта семьи, карта прогресса. Хотя у кого-то из вас я могу такое предположить, что вы, вот как здесь, если вы находитесь в энергиях рыцаря Пентакли, это может быть ваш бизнес, ваше дело, когда вы захотите уделять внимание бизнесу. И скажете, у меня тут на повестке дня зарабатывания денег и очень удачный период. И я вот сейчас и буду использовать те возможности, которых я, может быть, долгое время ждал или ждала. А потом, когда у меня выровняется какая-то ситуация, я тогда подумаю над твоим предложением. Тогда человек будет просто в бешенстве вам говорить, ну как же так. Мы все же спросили про перспективу и карты императрицы на отношения. Это, конечно, отношения в паре. Поэтому перспективы есть. По крайней мере, мы с вами смотрим на пару месяцев, может быть, два с половиной месяца, где-то так, ну отчасти три. И значит, вот этот период, ну что-то или какая-то ситуация в ваших отношениях точно уже будет прояснена. Вы, по крайней мере, будете знать, готов или готова ли я ждать, если это придется еще дальше, нужно ли мне этим заниматься, или, может быть, сама Вселенная как будто вас подведет к какому-то итогу. И по Аркану императрицы, я бы сказала, тут, конечно, больше вариантов быть в паре. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие, и любимы всегда.